Добрый день, уважаемые зрители телеканала Управда ТВ. Вы смотрите очередной выпуск проекта гость в студии. Меня зовут Антон Никонов и сегодня я приветствую героя программы заслуженного работника культуры Российской Федерации Ирину Александровну Пурло. Здравствуйте, Ирина Александровна. Здравствуй, Антон. Сегодняшнюю программу мы делаем по радостному событию, произошедшему в жизни Ирины Александровны. 20 августа ей было призвоено почетное звание ветеран творческой профессии Ульяновской области. Об этом и о многом другом мы сегодня разговариваем с нашим гостем. Ирина Александровна, позвольте поздравить вас с очередной наградой, с очередным званием. Я знаю, что в вашей копилке это уже не первая награда. И давайте немножко об этом поговорим, а начнем с того, как все начиналось. Где вы родились? Почему вы стали таким известным педагогом, музыкантом, музыковедом? Поговорим о вашей семье. Ой, спасибо, Антон. Это действительно очень хороший вопрос. И именно с него нужно начинать встречу с гостем в студии. Что я могу сказать? Родилась я в самой глубинке нашей огромной России, в городе Шуя Ивановской области. Там жили мои родители. Вот там они... Я родилась, потом папа, закончив академию медицинскую, был назначен после войны, он участник войны. Кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена Великой Отечественной войны. Хирург, администратор. Долгое время возглавлял военный госпиталь в городе Ульяновске. Ну и дальнейшая вся моя жизнь протекала здесь. Я думаю, что семья... То есть вы приехали оттуда? Мы приехали, да, по назначению родители, приехали в город. И больше я его покидала, ну, краткосрочно, только с мужем ненадолго. Вот. А вся моя основная жизнь, и творческая в том числе, протекала здесь. Я так понимаю, вы с детства уже живете в Ульяновске? Да, я с детства живу в Ульяновске. Школу здесь закончила, и музыкальное училище, и начала работать. Потом уехала в Уфу, продолжала свое музыкальное образование, опять вернулась в город. И вот таким вот образом вся моя творческая деятельность здесь, в любимом и действительно любимом мною городе. Очень здорово. Ирина Александровна, я знаю, что вы заканчивали музыкальное училище по двум специальностям, как музыковед и как пианист. Как вам удавалось совмещать эти две такие специальности, причем такие объемные, глубокие познания, мы фундаментальные по исполнительству и по теории музыки? Вот знаете, Антон, не зря вы начали вопрос семьи, потому что все закладывается с детства в семье. Конечно. Мои родители великие труженики. И вот возможность и умение учиться, оно заложено в семье. Как они делали? Ненавязчиво, мягко. Но я со школьной скамьи была трудоголиком. Вот мои тетрадочки выставляли везде, значит, вот как образец красивого писания в то время. Это было важно для детей, которые учились в школе. Ну и вот умение учиться, оно с детства пришло. И поэтому, когда я поступила на фортепианный факультет музыкального училища, моя замечательная преподаватель, я ее очень люблю и помню всегда, привела мне любовь к музыке и также учеба. И она сказала, тебе делать нечего на одном факультете. Нужно параллельно заниматься еще теорией. Вот. Поэтому я поступила через год на теорию музыки и параллельно заканчивала, ну, с разрывом года. Сначала теорию музыки, потом постепианку. Вот таким вот образом я училась, и мне это очень нравилось. С утра до вечера музыкальное училище было центром культурной жизни города. Окна училища выключались, я не знаю, свет выключался, наверное, в 12 ночи. На пару часов. Да, потому что все студенты, студентов было много. Репетировали в зале, у нас было очень много концертных выступлений, нужно было все держать в руках, нужно было чувствовать инструмент. Поэтому это вот удивительно. Все трудились много, и поэтому много было чудесных выпусков, замечательных музыкантов, которые украсили потом жизнь нашего города, работая в школах. Ну, это прекрасно, конечно, здорово. Ирина Александровна, по окончанию музыкального училища вы сразу поступаете, едете в Уфу или как? Или сразу устраиваетесь работать? Нет, я сразу... У меня родился ребенок, я вышла замуж, ей было два месяца. Вашей старшей дочери. Моей старшей дочери. И я тут же решила, что мне надо работать, потому что как же та практика, которая... Я должна практически все попробовать. И вот на маленькую, очень-очень маленькую ставочку я начала работать как преподаватель фортепиано и теории музыки в музыкальной школе. Вечерняя школа тогда называлась, номер пять. Вот. После этого, через три года дочь подросла, я поступила учиться в Уфу. Вот. Поэтому вот таким вот образом. Как дальше развивалась ваша именно трудовая деятельность? Я знаю, что вы достигли самых высоких как бы должностей потом в своей жизни. Как вы к этому шли? Какие были этапы, периоды? Что к этому сподвигло? Мне было всегда очень интересно работать. Интересно было изучать детей, потому что вот, вы знаешь, Антон, все говорят, педагогика не точная наука, но она самая человечная. Конечно. Она похожа на искусство. Искусство понимать и распознавать в детях вот те крупицы таланта, которые они имеют. Жизнь не стояла на месте, город развивался, появлялись новые музыкальные школы. И мой директор, который принимал меня на работу, она была, кстати, моим первым учителем музыкальной школы Грета Федоровна Позаренко. Я ее всегда с большой благодарностью вспоминаю. И она мне сразу сказала, я вот через годик ухожу на пенсию, пожалуйста, готовься, я передам тебе бразды правления этой маленькой школы. Школа была очень маленькая. У нас было только фортепианное отделение, несколько педагогов и класс баянов. Все. Ну, поскольку она вечерняя была. Да, она была вечерняя. Когда Грета Федоровна ушла, и я была назначена руководителем этой школы, мы арендовали помещение в здании общеобразовательной школы. 57-я в северной части города. Вот. Мне было интересно развивать школу дальше. И так сложилось, что в управлении культуры меня услышали. И принцип моей работы всегда был сначала показать дело, а потом уже просить что-то. Всегда были трудности финансовые, это было очень непросто, но было желание развиваться. И я постепенно открывала другие отделения, находила хорошие карты. То есть вы расширялись? Расширялись. Сначала музыкальные факультеты, класс гитары, класс инструмента, который сейчас не изучают в школах. Это народный татарский инструмент, курай. Да вы что, даже такой в Ульянске был. Да, у нас было очень хорошее отделение. Мне посоветовали съездить в Казань, познакомиться в музыкальной школе, которая вела преподавание на этом инструменте, значит, с методикой, с самим инструментом. Я все это предприняла, эту попытку. Купила там несколько кураев, привезла их в город, нашла преподавателя, который класс флейты закончил, моя Евгеньевна Козина. Ну, я ей дала задание на лето освоить кураев, тогда она будет работать. И она это выполнила. И в нее так хорошо это все получалось. Она набрала класс, и у нас было очень хорошее, красивое отделение. Мы все праздники, которые проводились, вот, национальные татарские праздники, мы всегда в них участвовали в Парке Победы. То есть это духовой инструмент? Да, это духовой инструмент. Вот, он разного размера, потому что строй у него небольшой, и в зависимости от размера, значит, меняется диапазон звучания. Вот. И, в общем, ну, интересный инструмент. Ну, это интересно, конечно. Да, это отделение у нас существовало долго, пока моя Евгеньевна работала в школе. Потом по семейным обстоятельствам она из школы ушла, и отделение потихонечку... Ирина Александровна, скажите, вы не прекращали свою педагогическую деятельность? То есть вы совмещали? Ни в коем случае, потому что практика – это очень много, значит. Быть руководителем и не знать, каких трудов стоит обучить ученика. Вот был такой момент, значит, в нашей образовательной среде, когда преподаватели младших классов музыкальных школ имели ставку 24 часа, а старших классов имели ставку 18 часов. Очень долго велись переговоры, очень долго писались письма, чтобы сравнять вот этот дисбаланс. Почему? Потому что с маленьким учеником работать очень сложно. Вот пришел малыш, он еще ничего не знает, ему кажется, что все быстро, все просто. И вот научить его труду, почувствовать необходимость развиваться дальше – это дорогого стоит. Вот, поэтому вот этот вопрос, конечно, только с практикой может прийти. Вот, я преподавала и фортепиано, я преподавала музыкальную литературу, я преподавала сальфеджио, и любила все предметы. Вот, и у меня даже была такая практика, что одна ученица посещала у меня разные предметы, и я могла отслеживать, ну, то есть такой экспериментальный педагогический процесс со всех сторон я могла знать, изнутри. Это очень важно. Это важно и интересно. Это очень важно, и еще в практике работы музыкальных школ, тогда назывались музыкальные школы, были уроки взаимопосещения, они были не для галочки. Вот, и были уроки, когда администратор школы приходил на урок, и как методист молодым педагогам, вот сейчас говорят о наставничестве, говорят о том, как нужно заниматься, как надо поддерживать молодежь, тогда отдельно об этом не говорили, оно было включено в сам образовательный процесс. И я уже, будучи руководителем, приходила к своим молодым преподавателям, присутствовала на уроке, потом очень мягко, тактично подсказывала, ну, то есть давала пищу для размышлений, если что-то не получалось технически, какие бывают варианты, какие бывают методы работы с детьми. Вот, это имело очень большое значение. Ну, это прекрасно. Вот, у нас был дружный коллектив, взаимопонимание полное. Вот, потом постепенно мы стали открывать отделение хореографии. Это всё было вот на базе вечерней школы? Это было на базе вечерней школы. После того, как мы, значит, начали развиваться, и у нас зазвучал курай, руководители города решили, что школу ли нужно давать несколько бюджетных мест. 100 бюджетных мест нам дали в 1998 году, и с этого момента школа приобрела другой статус, она стала называться школа искусств. У нас уже было открыто художественное отделение, отделение хореографии. Но вы также арендовали там вот эти классы? Да, арендовали там, и нам присвоили цифр 9, порядковый номер 9, и школа стала развиваться дальше. Ну, то есть, фактически, вы были вообще основателем школы? Да, да, я была создателем школы. То есть, школа искусств, она была создана в процессе моей творческой деятельности. И дальше вот этот момент, когда школы в то время зданий не имели своих. Было в большинстве случаев аренда. И нужно было находить очень тонкую грань и взаимопонимание с руководством общеобразовательной школы. Вот, мне повезло. В школе пришел работать директор Политаев Владимир Семенович, который к искусству относился очень трепетно. Он понимал, что искусство – это та воспитательная функция, без которой удержать молодежь вот в таком хорошем состоянии, гуманном, очень сложно. И он стал, он отдал им целое крыло. Он оказался прав. Он отдал им целое крыло на первом этаже школы. Значит, сделал ремонт класса хореографии, постелил пол, поставил зеркала. Потом один класс сделали художественным, и третий класс хорового пения. Три больших класса были отданы вот именно нам. Ну, я тогда поехала в город Обнинск. Там была очень хорошая практика взаимодействия с общеобразовательными школами. Когда вот синтез работы общеобразовательной школы и школы искусств совмещал и берег время детей. В том плане, что мы в единое расписание вошли. Мы экспериментально набрали один класс хореографии полностью, первый А. Второй класс изобразительного искусства, класс Б. Третий класс хорового пения, класс В. Вот три класса занимались в едином расписании. И часть уроков, которые были урок музыки, урок рисования и урок физкультуры в этих классах, они были переданы под наш учебный план. Это огромная работа и финансовая, и, значит, вот именно по расписанию. И ты знаешь, 10 лет мы существовали таким образом. И наши выпускники такие замечательные, такие сплоченные были классы. Я представляю. Да. И вот сейчас, вот буквально вчера я стала просматривать новости, которые вот в связи с нашим тепережним положением, с ведением дистанционного обучения, с перегрузками детей. И нашла, что в Вологодской области, значит, вот принимают решение, что дети, которые посещают музыкальную школу, художественную школу или спортивную школу, могут освобождаться в основной школе от занятий этих профильных. И преподаватели, которые с ними занимаются, значит, в спецшколах, будут выставлять оценки. Таким образом, ребёнок... Ну, это вообще взроское решение. Да, да. Вот тогда к этому стремились. Ну, оно как-то вот прошло. Где-то оно получалось, где-то не очень. Потому что действительно есть такой дубляж и совсем необязательный. А вот сейчас, я говорю, время не стоит на месте. Оно подсказывает пути решения. Никогда не может быть консервативным. Ирина Александровна, поговорим о том, когда вы переехали уже в своё здание. Когда это случилось? Ой, это случилось в 1990 году. Это была целая эпопея в жизни. И совершенно случайно, прогуливаясь по своему микрорайону, я увидела пустующее здание. Так. В это здание ходила моя старшая дочь в детский сад. Это здание детского сада? Это здание детского сада. Я зашла, увидела там полную разруху. Поговорила со Сторжем, там никого. Он говорит, мы уже два года пустуем. Вот чьё здание? Здание первого треста. И вот ты представляешь, Антон, вот я говорю, счастье моё, что руководителем этого треста был друг семьи. Вашей же? Нашей, да. Вот я к нему пришла на приём официальный. Пожаловалась, что нам деткам негде заниматься. И вот он пошёл навстречу. Её передал? Он сказал, ну да, в знак глубокого уважения к вашей семье, я вот делаю такой широкий жест. Всё я согласовал через администрацию города. Сергей Николаевич Ермаков в то время был главой города. К нему на приём сходили. Он очень тепло отнёсся. Всё, все документы согласовали, подписали, и мы стали иметь отдельное здание. Но там была настолько разруха большая. Всё опять же вы поднимали с колен. Нужно было делать ремонт. Нужно было срочно переезжать. Там всякие были подводные дела, потому что желающих на это здание было. И денег в то время были очень тяжёлые. Ну, 90-е годы. Откуда? Поэтому коллектив, когда переехал сюда вместе мы, никто не считался рабочим временем. Я сейчас вот удивляюсь, насколько трудно руководителям школ порой бывает взаимодействовать. Но я понимаю, что, конечно, педагог – это особая профессия. Но когда встречаются какие-то трудности, и ты любишь своё дело, и понимаешь, что если не ты, то кто? Вот так было у нас. Мы сами разгружали кирпич, мы сами мыли окна, мы сами ремонтировали. Ну, труд облагораживая. Потом со временем, конечно, стали появляться небольшие средства. Мы делали всё очень хорошо. И мне опять же повезло, потому что руководитель в то время, Геннадий Владимирович Журавлёв, он мне сказал такую фразу. Делать нужно, даже денег нет, делать надо капитально всё. Заказывайте проект – это дети. Никакой самодеятельной стройки быть не должно. Я заказала в гражданопроекте пакет документов, 11 тетрадей, всё, электрика, сантехника, перегородки, несущие конструкции. Всё это было сделано совершенно грамотно. И получилась такая благодатная школа. И получилась школа, в которой всё приспособлено по всем направлениям. Замечательно. Ирина Александровна, плавно перейдём к вашим наградам. Я знаю, что у вас действительно мощные, серьёзные награды, не только региональные, но и федеральные. Вы отличник культуры, вы заслуженный работник культуры Российской Федерации. Когда вы получили эти награды? Что было первым? Что это вам давало? Ну, вот первая моя награда – это знак за достижения в культуре, который Министерство культуры нашей страны выдавало за определённые заслуги. Вот тогда у нас, когда образовался Центр эстетического воспитания, комплексный музыкальный школа и школа искусств, вот эта практика, она показалась руководителям важной, нужной. И тогда я получила первую награду. После того, как мы уже освоили здание, когда у нас уже были мощные отделения, кстати, школа всегда отличалась своим профессионализмом во всех направлениях. У нас в рамках художественного отделения ответвление было декоративно-прикладное искусство. Работала Любовь Петровна Самойлова, удивительный человек, которая создала сказку при помощи подручных средств соломы, пуха, там ещё каких-то дополнительных материалов. Все приезжали в город и смотрели, ходили на экскурсии, как там красиво у нас всё. Ну, в общем, вот уже по результатам деятельности такой... Была очередная награда. Была очередная награда, да. В 93-м году я получила звание заслуженной работник культуры Российской Федерации. Вот, и это было, конечно, удивительно. Событие такое, да. Было событие. И я всегда, ну вот, когда в ответном слове при вручении награды я благодарила, значит, всех руководителей, прежде всего, своих коллег. Потому что один в поле не война. Конечно. Вот, коллектив, который делал самоотверженно, трудился и создал такую замечательную школу. Вот, он, конечно, был хорошим помощником. Поэтому это такая общая награда. Елена Александровна, очередная награда, совершенно вот крайняя, недавняя, ветеран творческой профессии. Что это за награда? Что вам даёт это звание? То есть, это... Не хочется сказать, что это подведение итогов. Ну, и с одной стороны, это тоже такой уже серьёзный, я так полагаю, вклад. То есть, я знаю, что в этом году у вас юбилейный год по многим фронтам. И в том числе по педагогической руководящей деятельности. То есть, вот это серьёзное такое звание. На вашем жизненном пути. Мне было очень приятно, конечно, получать это звание. Это звание учредил губернатор Ульянской области. Вот, то есть, тот вклад, который был внесён моей скромной персоной в дело развития города, он, вот видите, вылился в такую замечательную награду. Мне было очень приятно. Да, но слово итог мы не говорим, потому что человек творческий, он всё время живёт в желании узнать. Узнание – великая сила. Чем больше знаешь, тем лучше ощущаешь красоту окружающего мира. Можешь видеть то, что человек неграмотный, необразованный, незнающий, и не увидит, и не услышит, и не почувствует. Поэтому благодарю, что это состоялось. Это прекрасно. Ирина Александровна, в заключении нашей сегодняшней беседы хочется всё-таки ваше авторитетное мнение услышать по поводу дистанционного обучения в дополнительном образовании. Как вы на это смотрите? Возможно ли это целесообразно? Или всё-таки нужно, может быть, взять тайм-аут, обождать вот этот период, пережить, и всё-таки возвратиться в привычную жизнедеятельность музыкантов, хореографов? Потому что, как ни крути, как бы жизнь не развивала наши информационные возможности, тактильный контакт, визуальный контакт, физическое общение, мне кажется, невозможно заменить в профессии творческой направленности. Очень сложный и хороший вопрос, потому что дети, попадая в среду, они, конечно, должны видеть друг друга, они должны чувствовать. Ведь не случайно великие музыканты всегда говорили, что выступление в концертном зале и присутствие в этом зале, оно создаёт какую-то необыкновенную атмосферу. Магическое действие. Магическое действие, да, да. И уже просто по себе знаю из опыта, что любая радость, которую ты ощущаешь в себе, она удваивается, если рядом есть человек, который эту радость может разделить. То же самое касается образовательного процесса в нашем направлении. Поставить руку ребёнку на инструмент, это прикосновение учителя. Ну, пианисту, скрипачу, струннику, любой инструмент, он требует определённого навыка постановки аппарата игрового. Конечно. Вот, это первое. Второе. Глаза преподавателя. Слушайте, какое действительно замечание. Глаза. Глаза, это вообще... Ну, нельзя же говорить, зеркало души, и всё. А когда это ещё в контакте с пирагогом. Да, да, да. Это великое счастье общаться и любить своего преподавателя. Вот, что-то на ум пришло высказывание нашего великого земляка Пластова, который говорил, что благодатью, которая наполнена детство, оно уходит. И больше никогда эта благодать не вернётся. Вот её испытать надо в детстве. Испытать её нужно при помощи вот именно общения и со сверстниками, и с преподавателями. Конечно, жизнь не стоит на месте. Какие-то моменты дистанционного обучения, они могут быть дополнением, но всё-таки живое общение педагога и ребёнка, оно крайне необходимо. Ну, мы будем надеяться, что всё в новом учебном году вернётся в своё русло. 1 сентября дети пойдут не только в обычную школу общеобразовательную, в том числе и в дополнительном образовании. И опять начнётся учебный процесс в своём стандартном режиме. Да, этого бы хотелось. Ирина Александровна, я ещё раз поздравляю вас с очередной наградой. А нашим уважаемым зрителям напоминаю, что сегодня героем проекта «Гость в студии» был заслуженный работник культуры Российской Федерации, «Отличник культуры», ветеран творческой профессии Ульяновской области Ирина Александровна Пурло. Оставайтесь с нами, нам всегда есть что вам рассказать. Редактор субтитров А.Сёмкин